привет друзья ну что ж я продолжаю делиться своими воспоминаниями и так наступил 1967 год к этому времени я уже учился на четвертом курсе авиационного техникума и нас студентов всех распределяли на практику по авиационным заводам меня направили на завод в город химки я продолжал усиленно заниматься музыкой в основном джазовой был один интересный случай в техникуме мне предложили собрать коллектив музыкантов для того чтобы играть на танцах в зимнем спортлагере опалиха на новогодние каникулы но я подготовил состав музыкантов и мы поехали это было в начале января приехали порепетировали и приступили и вот к нам в домик повадился паренек он на два курса был младше то есть учился в нашем техникуме звали его толя как позже я узнал это был толя алёшин анатолий алёшин тот самый сейчас уже довольно знаменитый в музыкальных кругах которого все знают по группе аракс а до этого он работал в вокально-инструментальном ансамбле веселые ребята кстати я делюсь с вами такими воспоминаниями только для того чтобы приоткрыть закулисную жизнь знаменитости с точки зрения правдивой истории иначе просто никто ничего не узнает об этом ну так вот толя приходил к нам как обычно садился на кровать брал гитару и начинал себе так тихо поднос таким гундосом звуком голосом значит ай кенгет ну ситисфекшен ну я не знаю вот как то так это звучало в общем то на это никто из нас внимания особо не обращал а вот наш гитарист олег трегубенков ну наверное его это очень достало и как-то вечером мы в очередной раз идем на танцы играть эти танцы а алёшин идет за нами сзади и вдруг олег мне говорит ну-ка подержи гитару а олег был такой здоровый рослый парень и он значит неожиданно так схватил этого толю и запихнул его в сугроб по самой некуда ну в общем то вот знаете там все дорожки были расчищены а сбоку были огромные снежные сугробы с тех пор то ли алёшин просто исчез ну не было его видно на горизонте пропал встретился я с ним уже только в семьдесят третьем году в ансамбле веселые ребята но он был общительным со мной и я понял что он на меня то в общем то не обиделся ну это же были какие-то пацанские дела грех на это обижаться но что интересно я был приятно удивлен когда услышал как он поет то на самом деле да еще он играл тогда на скрипке и он был штате ансамбля веселые ребята полноправным артистом наравне со всеми и раз уж я забегая вперед рассказал об этом то поясню вам что в 1973 году я после окончания института в химках пришел вокально-инструментальный ансамбль веселые ребята под управлением павла слободкина в качестве саксофониста но более подробно я об этом расскажу в своих дальнейших передачах и вот возвращаясь назад после этих зимних событий в марте я был приглашен заводской комитет комсомола и со мной познакомился некий валерий сухарада вот здесь на фото посмотрите пожалуйста по всей видимости он знал меня по слухам музыканты в химках общались друг с другом и конечно многие знали и меня кто такой был валера в то время он работал у нас на заводе инженером но параллельно он еще занимался комсомольскими делами с этого момента началась его комсомольская карьера он предложил мне возглавить коллектив музыкантов в составе заводского эстрадного ансамбля которые ребята назвали в то время эврика сразу я не дал своего согласия ну ну надо посмотреть что это такое и вот приближался заводской вечер ко дню восьмого марта я решил инкогнито посмотреть на выступление этих артистов у нас на заводе был небольшой такой концертный зал в начале прошло торжественное собрание а затем начался концерт зал был полным выступали молодые ребята мои ровесники были какие-то юмористические сценки по типу квн а вы знаете квн кстати в то время был не просто популярный а сверх популярной телевизионной передачи и валера сухарада а с ним и анатолий трушкин и анатолий королев из коллектива лучи рама это как раз все те актеры студенты из телевизионной передачи квн которые в общем то они заняли первое место в шестьдесят шестом году на всесоюзном телевидении и вот я смотрю их смотрю и вдруг выходит на сцену певец евгений савченко который спел две песни из репертуара муслима магомаева если кому интересно я даю ссылки на эти песни в описании и и вот в этот то момент как раз мне все это очень понравилось здесь мои сомнения отпали в сторону и сразу после окончания концерта я подошел к валере и познакомился с остальными ребятами ну прозвучал дружный призыв клич порублю и все мы после концерта собрались на квартире за праздничным веселым столом где были веселые шутки песни под гитару здесь были все наверное ребята человек 30 с которыми мне предстояло работать словом о том что было дальше я расскажу в следующем выпуске журнала так что я думаю это должно быть всем интересно ну что ж я как всегда всем напоминаю что мои новые фильмы смотрите по вторникам и пятницам каждую неделю смотрите слушайте подписывайтесь на мой канал делитесь друзьями в разных соцсетях многие из вас уже знают мои плейлисты но это в основном по вторникам журнал music sky я стараюсь выпускать по вторникам но вы знаете иногда бывает что и в понедельник и в среду то есть в первой половине недели а что касается второй половины недели то это обычно по пятницам идет уже музыкальный мой материал это мои какие-то авторские песни это песни англоязычного репертуара в общем и инструментальные пьесы также саксофон и все такое прочее ну что ж друзья на этом я заканчиваю увидимся и услышимся пока пока пока